Ай, ватсапушки, друзьяки, в этом видеоролике в одной из египетских деревьев начались землетрясения, в связи с этим появились огромные трещины, которые угрожают их деревне. Местные жители говорят, что это связано с одной из старых пирамид, которая находится как раз возле их деревни, и сегодня мне предстоит проверить, так ли это на самом деле. Ну а ты, усаживайся поудобней, сделай копьёк, чаёк, и не забудь подписаться на канал, поставить лайк на этот комментарий, ну а мы поехали. Ну что, друзьяки, мы в пустыне, поэтому я взял с собой самые необходимые вещи, а это у нас водичка, инструменты, ну и лопаты, понятное дело, что в случае чего, если завалить, так же никакое оружие и алмазный меч. Эээ, оу, ты какой-то приёмный житель, что ли? В этой деревне начались проблемы, начались какие-то странные землетрясения, начались появляются трещины, и все говорят, что это из-за вот этой вот странной пирамиды. Она старая и заброшенная, в неё давно уже никто не ходит, в принципе, не ходил, наверное, и так же рядом ещё есть храм, мы тоже сюда с вами зайдём, поэтому надо досмотреть до конца. Так, ну что, друзья, в принципе, я взял с собой все вещи и на рассвете решил сразу же отправиться сюда, чтобы долго не тянуть, и поэтому, в принципе, можно отправиться. Не переживайте, жители, всё будет хорошо, мы поможем вашей деревне, надеюсь, наверное, я не обещаю, но очень в это верю. Ну, в крайнем случае, я вас переселю, ну ладно, посмотрим. Так, окей, хорошо, у нас имеется вот эта вот огромезная пирамида, господи, никогда не видел живую пирамиду, это очень интересное зрелище. Кстати, блин, а сколько здесь блоков-то на эту пирамиду-то ушло? Но, но для начала предлагаю пройти не в пирамиду, а пройти вот сюда, так как мы знаем, в пирамиде много ловушек и прочей ерунды, но это всё по сказкам, в принципе, пирамид нет ловушек. А вот в храме может быть. Как я знаю, в храме имеется какой-то заброшенный или скрытый сундук, ну или как его там называют. Так, храм у нас пустой, ничего мистического, и здесь, в принципе, нет того, что могло бы вызывать землетрясение. Так, предлагаю прорыть немножечко пол и посмотреть, может, мы что-то найдём. Отлично, в принципе, долго искать не пришлось, всё как-то банально и легко. Ну, окей, хорошо, что в этом всё-таки? О, господи. Слушайте, я заранее скажу, что я реально был не в курсах, вот, поверьте на слово. Друзья, я знаю, что Египет это очень загадочное место, но, видимо, эта деревня действительно очень загадочное место. И это пирамида, и это храм, потому что здесь я нашёл вещи те, которые не находил никто в мире Майнкрафта. Это куча зачарованных яблочек, которые прям капец как мне помогут. Какие-то странные предметы, и это больше всего похоже на оружие. Очень, очень красивые, и они явно магические. Вот это тут заставляет меня прям задуматься. Но вот этот вот смотрится эпичнее всего, но он не анимированный. Судя по всему, давайте не будем тупить, но это похоже на посохи. И поэтому можно, в принципе, проверить. Так, ладно, хорошо, давайте на чём-то проверим. Есть ли у нас овца какая-то или ещё? Так, хорошо, а это что такое? Мана-поинт? Ага, это пополняет ману. В принципе, понятно, да? Всё-таки это мана, за счёт которой мы воспользуемся нашими посохами. Вот, смотрите, кстати, вот вам и вот эти вот трещины. Они реально глубокие, и с каждым днём они становятся всё шире и глубже. И это грозит вообще этой цивилизации. Так, ладно, хорошо, да и в общем миру. Надо с этим что-то решать. Ну и вызвали меня. Вау, какая красивая анимация, и это явно какая-то мощная штука. Так, ладно, хорошо, вот этот вот. Вау, всё-таки я стал каким-то магом, может этим заняться. Друзья, вы не хотите сериал про мага? Про магические штучки, всякие заклинания и прочее. В общем, если хотите, напишите об этом в комментарии. Так, ладно, хорошо. В принципе, всё идёт нормально. Мы нашли какой-то храм, мы нашли в нём интересные вещи. И сейчас уже пора отправиться в пирамиду. Все ждут пирамиду, правильно? Поэтому отправляемся в пирамиду. Мне самому интересно, что же стало причиной такого страшного явления. Так, ладно, хорошо. Зайдём в пирамиду. Здесь вроде бы ловушек нет, каких-то нет. Так, меня пугает уже то, что там есть свет. Ведь пирамида заброшенная, и в неё давно уже никто не являлся. Но, возможно, это бесконечный огонь. Так, ладно, хорошо. Нормально, это факел. Всё, в принципе, хорошо. Так, ладно, это коридор. Получается, мы всё равно в какую-то сторону не пошли. Так, вау. Обожаю египетские штучки. Чёрт, это же могилы фараона, правильно? Ну, фараонов или каких-то. Ну, короче, главных вот этих... Ну, вы поняли, да? Это же их могилы. Чёрт, и осквернять могилы нельзя. Здесь вообще нельзя находиться. Так, ладно, хорошо. Да, здесь вечный огонь, как я и говорил. Но, меня заставляет интересно очень, что это за комнатка. Блин, ну, обычные могилы. Ничего же нету, да? Ничего не упустили. Ну, вот здесь, мне кажется, и будет разгадка, почему всё-таки случилось такое странное, страшное явление. Так, ладно, хорошо. Я готовый. Открывай дверь. Так, открывай дверь. Открываю. Открываю дверь. Так, ладно, друзья. Смотрите, это магическая какая-то штучка. Так, ладно, вроде бы всё нормально. Всё хорошо. Чёрт, это какой-то странный... О, господи, это что? Это черепы? Фу. Так, ладно, хорошо. А что это такое? Чёрт, это реально очень-очень круто. Это оно такое сверкающееся, яркое. Так, и какая-то книга. Но, слушайте, это, наверное, очень тупая идея в пирамиде что-то брать. Ведь это очень хреново. Но я предлагаю взять. Хм, это всё-таки интересно. Так, ладно, не прочти. Теперь хочется всё ещё сильнее её прочесть, из-за того, что там написано не прочти. Но, ладно, хорошо, давайте прочтём. Всё-таки интересно. Нам нужно понять, что здесь происходит. И это... И что это такое? Это какой-то латынский язык или что это такое? Нихрена не происходит. Что это за заклинание как-будто какое-то? Так, ладно, хорошо. Может, что-то здесь ещё есть. Надо посмотреть. Так, друзья, я уже 15 минут тут лажу. Ничего, в принципе, здесь нет. Но это очень просто загадочная комната. И что это за латынский? Так, под... Что? Где... Где книжка? Так, я не понял. А где книжка? Это здесь же была книга? Так, ладно. Что за фигня? Алё? Так, ладно, хорошо. Была какая-то тупая книга с какими-то тупыми словами и... Так, ладно. А нам нужно разгадать загадку и, в принципе, отправиться. Чёрт! Это... Это мумии. Это мумии. Они существуют. У меня начинается проясняться всё. Кажется, это была книга, в которой было написано то, что заставляет проснуться вот этих вот мумий, которые были похоронены тысячи лет назад. Ну, ладно, хорошо. Так, как же... Как же теперь... Что же теперь делать-то? Так, ладно, хорошо. Давайте открываем дверь и теперь вот сюда вот. Теперь аккуратно. Вот так вот. Вот так вот. Так, аккуратно. Магия хорошо на них действует. Так, вот. Так вот. Отлично. Спокойно. Убиваем этих мумий. Так, ладно. Где ещё мумии? А ну, давайте сюда. О, господи, вас до хренища. Вас до хренища, друзья. Нет, давайте по очереди, пожалуйста. Друзья, вы только не поверите, но у меня только что мацали мумии. Ну, а я смог отбиться. Еле-еле, конечно, но смог. С помощью вот этого вот меча. Сейчас мы наберёмся маны и отправимся просто надирать им зад. Ну, что ж, друзьяки, готовы? Вот так вот. Так, хорошо. Вправо. Лево. Так, хорошо. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Нам нужна магия. Магия, 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 магия. Так, хорошо. Аккуратно. Фух. Есть такая. Не спеша, не спеша. Всё пучком. Всё пучком. Главное, не спешить. Так, где? Здесь ещё мумии есть. Так, чёрт. Блин, тут тяжело попасть по ним. Они шустрые скотины. Так, ладно, хорошо. Фух. Чёрт. Я только что сражался с мумиями. Вот этот денёк выдался. Я всем представить не мог даже. Так, ладно, хорошо. Скушаем яблочко. Я же забыл, что у меня это яблочко-то есть. Ё-моё. Так, ладно, хорошо, друзья. Это было очень интересно и очень странно. Но это всё равно не даёт понять, как же... Точнее, из-за чего землетрясение случается в этом поселении и появляются трещины. То есть, это всё-таки, может, это не пирамида. И я зря только что сквернил, прочитал какое-то закрытие и сквернил могилы фараонов. Или кто это такие. Но вы поняли, да? Так, ну ладно, хорошо. Здесь ещё есть какие-то проходы, поэтому стоит их разведать. Но уже, уже прежде чем туда заходить, я вам буду съедать новое яблочко. Потому что это уже... О, чёрт-чёрт-чёрт-чёрт-чёрт-чёрт. Мумия прям выбежала. Господи, она прям выбежала. Так, подожди. Она не умирает. И как это объяснить, мать вашу? Что здесь происходит вообще? Друзья, на этом видеоролик подходит к концу. Я манал здесь что-то разъяснять, я лучше пойду домой. Да, ладно, шутка-шутка-шутка. Нужно всё-таки что-то сделать. Как бы, блин, не хочется, чтобы конец света. Так, ладно, это была мумия. Она исчезла. Чёрт. Что здесь, блин, происходит? Так, туда заходить вообще не хочется. Надо немножечко подготовиться. Ну что ж, друзья, в принципе, я готов. Я готов отправиться на самый верхний этаж и посмотреть, что там на самом деле. Может, там есть та самая проблема, которая... Проблема, да. Ладно, хорошо. Я, в принципе, набил себе маны. Так, сейчас опять набиваем маны. Кушаем яблочко. И атакуем. И просто атакуем. Так, хорошо. Вот так вот обратно. И спокойно заходим. Что там? О, господи, здесь дохренищий мумий. Так, ладно, хорошо. О, чёрт, ещё одна. Так, ладно. Хорошо, что я уже прокачал свои скиллы немножечко в плане этих посохов. Так, друзья, я кажется, это фараон. Да ну нафиг. Так, это реально фараон? Так, ладно, хорошо, аккуратно. Убьём эту мумию. Это фараон. Господи, это фараон. Я в шоке. Блин. Слушайте, мы пробудили самого фараона Египта. Мать вашу, это же жёстко. Это невозможно. Так, ладно, хорошо. Что в таких случаях делать, Винчи? Давай, думай, думай, думай. Так, хорошо. Нужно аккуратненько, аккуратненько, не спеша пробраться и убить этого фараона, так как он не должен сейчас существовать. Он должен лежать, отдыхать себе спокойно и не париться. Так, ладно, мне нужно подзарядиться маны, скушать яблочко и отправиться в атаку. Потому что этот фараон, кажется, мне кажется на данный момент, что это всё из-за него. Мне вот это вот кажется. Блин, а сколько здесь мумий-то на охране? Так, ладно. И чё у нас? Так, чё у нас? Отлично. Блин, магические штучки такие классные. Так, фараон нас просто не видит пока что. Не видит. И я надеюсь, хорошо, что он нас не видит. Аккуратненько. Нужно не нарушить покой фараона. Потому что это самое страшное, что может произойти. Господи, его гробница. Это жёстко. Это жёстко. Мне кажется, это просто... Это просто эта пирамида, она, кажется, мне ожила. И только из-за этого начались какие-то проблемы во всём мире. Так как это, как бы, не только здесь трещины. Они влияют на весь мир. Так, ладно, хорошо. Мы, в принципе, всех защитников мумий выбили. И остался один фараон. Так, вот ещё. Ещё. Отлично. Так, хорошо. Мы потратили кучу маны, но нас на еду охренища. Слушай, друзья, давайте осмотримся. Это всё-таки просто... Это, как бы, там, где лежал фараон. И кажется, что здесь нихрена абсолютно нету. Кроме того, что здесь фараон... Чёрт, там какие-то вещи интересные, дорогие. Но, если не здесь... Мне кажется, всё это появилось буквально после того, как я прочитал в книге странную надпись. Ладно, так хорошо. Нам, получается, нужно убить фараона. И это, я надеюсь, будет не тяжело. Хорошо, выпьем полностью зелье. Возьмём самую мощную. И начнём сдалека немножечко по нему поддакивать. Что? Что? Всё, больше ничего не можешь? Чёрт. Чёрт, это так было легко, реально. Это буквально пару выстрелов. А сколько наносит урона? 11 урона, да? Неплохо так получается. Подожди. Фараон, считай, вообще слабый был. Но что-то здесь не так, друзья. Это грабдица фараона, но что-то здесь не так. Здесь явно что-то не так. Это по-любому. Я чувствую, не знаю. Так, ладно, хорошо. Давайте осмотримся. Здесь явно должно что-то быть. Не может быть просто пирамида без ловушек или каких-то же вещей. Так, ладно, обычные. Так, может здесь какие-то странные подходы, проходы есть. Так, друзья. Вот эту вот арку меня вызывает странное подозрение. Ведь это одна единственная стена, в которой закрыта книг. И ведь тут эта арка. А если мы уберём вот это вот оно? Сейчас. Вот так вот. Так вот. Нет. И что? Так, подождите. Здесь надпись какая-то. Здесь какая-то надпись. Эээ, не откры... Нет. Я не знаю, что здесь написано. Здесь просто что-то написано. Не пойму, что. Ксено. Не... Неоксин... Так, ладно, хорошо. Друзья, давайте просто сомаем эту надпись и отнесём местному знавцу, кто её прочтёт. Отнесём эту надпись и, в принципе, поймём, что здесь происходит. Так, ладно, хорошо. Чёрт. Это что такое? Эээ, это что такое? Это что такое прекрасное? Господи. Это ре... Это что такое? Это какая-то скрытая комната. Я так и знал, друзья. Мы всё-таки что-то нашли. Это какая-то скрытая комната, в которой... Кажется, я начинаю понимать, что это. Это сердце пирамиды. Если вы не знаете, друзья, в каждой пирамиде присутствует своё сердце. Поэтому это и есть оно. Оно и есть причиной всех землетрясений. Потому что... Пирамида ожила, и она вызывает землетрясения. Ведь пирамида длится очень глубоко. Ну, а сама суть, то что, чтобы это остановить, нужно просто сломать это сердце и забрать его. Теперь пирамида умерла. Теперь, по идее, пирамиды больше нету души, больше нету сердца. И даже сами фараоны бы считались уже не святыми в этой пирамиде без этого сердца. Всё, друзья. В принципе, очень легко и просто. Всё, быстро. Я хочу свалить отсюда, потому что мне это не нравится. Начинается сыпаться пыль. Теперь, возможно, эта пирамида завалится. Ведь я забрал у неё сердце. А это больше всего, друзья. Это, наверное, больше всего. Сейчас пирамида завалится. Ну, а самое главное. Мы сделали это. И посмотрим, через недельку или вообще сейчас через полчасика будет трястись земля. Если нет, то сдача у нас всё получилось. Ну, а вы, друзья, подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Пишите комментарии. Ну, а всем пока. С вами был Винчи. Думаю, вам понравился. Давай, пока, пока, пока.